так это луна по стадии 11 августа 2020 год Харьков поставил я все-таки самые низкие настройки светочувствительности и несмотря на то что уже ясный день солнце уже всходит на горизонте все будет гораздо темнее чем объективно выглядит но зато гораздо более четко рельеф луны посвятим этот дубль луне тем более марс у нас уже скрылся за облаками идите посмотрите а вот экранчик сейчас я наведусь в окуляр а потом увидите полностью в масштабе иди смотри ну такое точно какие на картинке да не знаю какие картинки смотрите смотри сейчас я извиняюсь за то что да да хотите в окуляр посмотрите в новый раз до лучшей ноги да нет очки менять надо спасибо 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 вот какая красота дымка ну Ну, она добавляет такого антуража нам тут, смотри. Пикантности, не пикантности, чего она добавляет, загадочности. У нас не полнолуние, не новолуние, а какое-то полулуние. О, ну хорошо, хорошо хоть получилось поснимать. Даже в такую облачность могло быть все гораздо хуже. Уже удачно получилось с работы, что можно чуть попозже приехать. И вчера я удачно чуть пораньше приехал, поснимал еще Юпитер и Сатурн. Юпитер с полосами снял, одновременно и со спутниками. Обычно, в общем, ничего рассказывать. Есть желание, можно посмотреть вчерашние видеозаписи. Ну, сейчас я. И резкость это, наверное, лучшее, что можно сделать при таких... На краю луны какой-то горбик. Явно попадает как раз на кратер. Да, ну, конечно, линия терминатора интереснее смотрится, потому как... Игра света и тени гораздо дает более четкое представление о формах, размерах. Крадеров. Ладно, давай сейчас еще снимем Венеру. Венера у нас четко видна. Даже при таких настройках светочувствительности. Чуть-чуть кривовато, что ты ее поставил, но объективно будет. Расположение вверх, вниз горизонта. Ну... Ну вот. При таких настройках светочувствительности, конечно, гораздо четче. Венера, я не могу. Ай-яй-яй. Сбежала... Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Что, что будешь делать? Ну прям рывком выскакивает из кадра, хоть ты стреляйся. Сейчас мы ее зафиксируем. В общем та еще работка снимать объекты удаленные на 108 миллионов километров со 125-кратным оптическим увеличением и четырехкратным цифровым. Вот так я его сделаю, чтобы сама в кадр влезала наша лапочка. Ну да, вот предыдущие дубли были светонастройки, настройки светочувствительности более высокие и Венера была сильнее засвечена. А сейчас фаза видна совершенно четко и в серпе мы видим прекрасно. Да ладно, не бежал. Наруна это. Венера, иди смотри, иди на Венеру глядь. Сто восемь миллионов километров объема. Не видишь? А вон надоблона. Видишь? Да, ее видно будет даже когда солнце встанет. Да? А она туда же перебет, да? Да, она сейчас в элангации, сюда же от солнца на уголовом расстоянии. Это сейчас очень классно видно. Тринадцатого числа, как я уже сказал, будет вообще супер видно. Ну, если область, ты видишь, сейчас поподобно. Да. Сейчас еще Луну посмотрим и вообще будет все. Да? Ну, на, давай посмотри, минуту потратить. Вживую никогда не посмотришь, наверное, только по этому самому, по телеку. Сейчас я тебе наведусь. Еще попасть на нее, понимаешь, с такими увеличениями. А во сколько раз? Оптическая, сто двадцать пять крат. Нет? Четыре цифровое. Ярада, обдачка нам чуть-чуть мешает. Ну, смотри, наверное, в аккуратте, вон, что будет видно. Вот сюда. Ага. Видно, города? Да, 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 вижу. Прикольно. Спасибо. Да не за что. Да, ну, совсем уже и Марса. То, что нам закрывало Марс, теперь нам закрывает Луну. Совсем мутненько. Ну, еще немного. Ну, еще немного. Сейчас потяну немножко время, может, все-таки Марс выглянет из-за облака, но пока надежды не вижу на это. Ну, ладно, что тут жаловаться. Во-первых, на предыдущем дубле и Марс сняли. И Венеру сняли, и Луну сняли. Ладочка. Что-то еще раз, наверное, сниму при таких настройках. Удаленный объект. Кирилл к тебе специально просил в комментариях человек, чтобы снял какой-то объект. Я так понимаю, у него же нестандартные размеры. У нас сейчас освещение получше, тумана поменьше. Хороший объект, кондиционер. Так, сейчас я так приблизительно говорю, я нахожусь на улице Гвардейцев-Широнинцев, рядом с мостом Китлянной, через Китлярчин-Яр, в Харькове. А, это не кондиционер. Это что? По-моему, кондиционер. На экране будет лучше видно. Так. И расстояние до этих домов ориентировочно километров 6. По гугл-картам можно будет посмотреть. Какой-то дом определить будет тяжело, конечно. Ну, можно будет сориентироваться как раз на одной линии с вышкой, с телевышкой Харьковской. Ну, вот труба тоже должна быть. Нет, не видно. Кирпичей не видно, а более стандартных каких-то размеров нет. Вот завод Коммунар, до которого легко определить расстояние. Да, темнёт. С такими тёмными светонастройками. Ну, ладно. не будем дальше бывать на это время. Да, облака разошлись. А что-то не вижу нашего Марса. Поехали, закончим на Луне. Попутешествовали сегодня так, попутешествовали с утра пораньше. У тебя Марс был. На предыдущих дублях. У тебя Венера. У тебя... ...полулуния. ...полулуни... ...пот balm. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот она красавица на весь кадр Хорошо 11 августа 2020 год Харьков 529 Боже мой Я уже должен работать По Киеву В Харьков 50-е параллели Северной Широты Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok